Ну а как в целом к квалам готовитесь? Опен квалы рассматриваете как адовый ад? И в чем заключается подготовка к такой штуке как опен квалы? То, блин, она заключается в том, как мы всегда готовимся, я думаю. Играем на дворы, придумываем какие-то стратегии, придумываем какие-то секретарды для нас героев, распики, просто какие-то мувы. Опен квалы ничем не отличаются от любой другой квалификации, от любой другой турнир, мне кажется. Стараться, наверное, совсем не ошибаться в пиках и помнить какие-то, знаете, Ну, там, часто же команды, которые вот такие неизвестные, они могут там воспикнуть Бруду, Тинкера, какого-то, например, героя такого, там, Хускара, которым они там могут выиграть хорошую команду. Грязь, короче. Да не то, что грязь, просто вот неожиданные для вас герои, которые вы просто забудете или не ожидаете, а они такие им играют, и все, и вы можете на этом прогореть. И вот нужно стараться помнить всегда вот этих героев, стараться как можно меньше допускать креативности какой-то в пике, что ли. Всегда стараться пикать самое сильное, чтобы, ну, не облажаться случайно. А многие говорят, что главное выносливость. Да выносливость... Моральная, моральная. Ну, я думаю, блин, каждый дозер, он в своей жизни играл там по 15 игр в день, сутками там не спал, и выносливость он такой уж обладает точно, мне кажется. То есть это, не знаю, некий миф, что ли, что необходима какая-то выносливость. Просто по мне так каждый дозер он вынослив по-своему. Ну, особенно в плане того, чтобы просто долго играть. Сколько ты в своей жизни уже сыграл в OpenQual? Получается... 3 получается. Сколько ты выиграл? Ну, 50% финрита у меня получается. Из трех? А, нет. Это как? Нет, нет. Три получается. Значит, первое это было, значит, составом Yellow Submarine. Это была самая первая... Это когда вы чуть всех не нагнули, да? Чуть-чуть не хватило, да. Писечки не хватило, как говорили. Это уже закрытых. А в открытых-то мы всех победили. Это была самая первая открытая квалификация в мире вообще. На 1024 команды. Не знаю, кто мы смогли себя показать. Вот именно там-то наша выносливость и пригодилась. Это же вы на PUBG там Na'Vi разматывали. Было дело, да. Но это уже в закрытых. Первый день мы там вообще хорошо выступили. Сами от себя не ожидали. Могли даже 4-0 закончить это. Вот тогда мы допустили креативность в пике небольшую. Хорошо. А во второй день у нас были соперники Na'Vi и Vega, но там что-то не по шансам было. Хорошо. Помимо пиков и выносливости к опен-квалам, что еще важно при подготовке? Самое главное вообще где-либо это настрой, я считаю. Если ты настроен очень хорошо, с правильным отсетом, то ты победишь вообще кого угодно. Главное настроиться на победу сильнее, чем твой враг. Вот. И тогда ты точно сможешь победить. Не важно вообще, какой бы враг ни был. Мне кажется, как-то так. Ну и как ты считаешь, что для того, чтобы настроиться нужно сделать? Что вы делаете непотребственно? Каждый по-своему что-то вкладывает в это. Он сам себя настраивает, думает об этом. Вот ты начал с турничков. Ну пусть будет это моим правильным подходом к хорошему настрою, что ли. Но не уверен, что это именно то, что нужно. Подумать о том, как ты представить, как ты побеждаешь. Вот ты такой ложишься спать в ночь перед квалами, так сказать. И такой думаешь, так, ну все, завтра всех будем разматывать. И все, все такое. И вот каждый так подумает, каждый сможет настроиться. И вы действительно будете избирать и всех побеждать, сносить просто. То есть вот на кураже, на правильном мэдсете, на настрой. Каждый сам себя настраивает, как он считает нужным. Вот. Кого считаешь самым главным соперником в OpenKWALL-ах? Кроме самого себя. Что? Даже говорят, главный мой соперник – это я сам. Мне нужно преодолеть самого себя. Да, да, да. Кто самый сильный соперник на твоих лет? Ну, наверное, это будет Team Spirit. А в закрытых там уже и Vega, и FTN тоже смогут что-то показать. То есть ты NAVI не рассматриваешь как серьезного соперника? Никак серьезного, как главного. Team Spirit? Скорее, это Team Spirit, да. Мне кажется, Team Spirit от них действительно стоит ожидать что-то такое. В прошлом году вы вообще никого не замечали? В прошлом было сильно, да. Я не знаю, вот в прошлом году порешал наш настрой. Мы просто могли настроиться и сумели всех. Просто вот уверены были в каждой победе. И все, я не знаю. Вот, если мы подойдем точно так же, я думаю, нам ничто не составит труда выиграть все эти квалификации. От любой команды можно ожидать что-то такое неожиданное. Каждая тоже может взять и настроиться. А вы что-нибудь неожиданное готовите? Время покажет. А так, объективно говоря, кто самая сильная команда? Ну, это, конечно, Team Empire. Мы вообще их составили. А самый сильный игрок? Блин, это сложный вопрос. Ответь правильно. Дэнди. Чем ты питаешься на бодкемпе? Твой рост, что ты пошел по, так сказать, ЗОЖ-системе, что ты употребляешь в пищу? Твой рацион, киберспортсмена, перед опенквалами. Честно сказать, рацион, я думаю, далек от идеала. Но я просто стараюсь не есть особо ничего жирного, жареного, там, такого вот. Молочного тоже стараюсь не употреблять. У тебя очень интересно стоит стол. У всех людей нормальных, у всех игроков, в принципе, существующих на планете, стол стоит нормально. Прямо, четко, по линиям стены и все. У тебя, черт пойми как. Вот скажи, с чем это связано? Помимо того, что это типа, якобы удобно. Да мне это действительно удобно. Я не знаю, как еще объяснить. Когда я сижу, я прям чувствую, что вот у меня рука, ну вот так. Вот я как бы сижу, и вот у меня левая рука, я чувствую, как будто она как-то тянется, наоборот, к авиатуре, что ли. Вот не хватает ее вот этого стола, вот, ну, запястья. Вот мало вот этого места, чтобы, ну, запястье легко ложилось на стол. И мне все время, я его как-то пододвигаю, а все равно не то. И вот не знаю, не могу найти идеал, ну, идеальный вот это вот. Если у меня стол стоит прямо, а я сижу вот под таким углом, вот так, то у меня, ну, рука вообще просто без сеть будет. Поэтому я стол пододвину просто. Все понятно. Ну, давай, Ярик, раз уж ты у нас такой зожник, готовишься, все у тебя по плану. Обращение к болельщикам, ко всем, кто будет смотреть, переживать или не переживать. Да-да, обращаюсь ко всем тем, кто будет переживать. Так. Сейчас у нас, возможно, не самые лучшие времена, ребята. Ну, результаты говорят сами за себя, переменные составы говорят сами за себя. Моя игра тоже, по-видимому, оставляет желать лучшего. Есть такая. И уже непонятно, в кого верить в нашем составе. Но я надеюсь, что у преданных фанатов еще найдутся силы. И вот тут они поймут, что если бы не мы, Empire бы уже никогда не вернулись в строй. Поддерживайте нас. Ведь без поддержки мы не сможем долго просуществовать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...